Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Привет! Заходи! В общем, мы уже начали готовить дал и сейчас мы по порядочку расскажем, что будет происходить, а закончим чайное соревнование Почему мы готовим дал? Не случайно вот эта рубашечка одета, потому что мы ее купили на Шри-Ланке Лето мы были на Шри-Ланке Да, путешествие, оно было на Шри-Ланку Нас научили прямо там готовить местные ребята Владельцы ресторана Да, вот есть ресторан А я на самом деле просто такая тема что люди, которые не знают про образ жизни веганок, они думают, что мы ничего не едим или едим траву А я как-то начала так освещать, что мы едим и чтобы люди понимали, что и мама, например, что не переживала, что я кушаю хорошо все в порядке Самое потрясающее в тот момент, когда ты от чего-то отказываешься это тебе открывается другая сторона жизни и вот в какой-то момент нам открылось просто огромное количество продуктов Да, я часто готовлю и... Я по настроению Я очень люблю готовить, но мне нужно вдохновение Мы там были в какой-то просто забегаловке-забегаловке в Коломбо там люди, белых людей в принципе редко видели и они все кафе, все эти шри-ланкийцы они взбеленились начали вокруг нас прыгать они едят руками, у них не было вилок они пытались где-то нас достать куда-то побежали в другое место за ложками, за вилками они ни слова не говорят по-английски все это, короче, как-то... но там что было круто там был такой поднос и банановые листы и все, что ты ел ты ел прямо с бананового листа это было вообще на новый же год несколько людей все всегда просто приносят свое и мы просто свое и свое же едим ну и кто-то тоже ест вот, кстати, Дал пользуется популярностью была свадьба Гавра и Ани и потом Тохи и Соньки и они делали для нас отдельное меню это было так приятно просто и люди вокруг нам просто завидовали, потому что нам приносили такие потрясающие блюда мы там просто... мы просто были в шоке нет, а главное то, что они помнят об этом мне кажется, что я забыла бы, честно а тут они помнят и все специально вообще на гастролях сложнее но в Китае в Китае сложно нам там помогла и Чинь, наша студентка она нам записала иероглифы как будет вегетарианское и мы показывали просто им всем вот это вот они очень пугались, но находили что нам сделать единственное, что мы едим из животного происхождения это мед вот я очень люблю мед О, Май Год, песок мне из трусов посыпался! Костя, ты это видишь? и у нас гостя Фитя Кривов и его жена Вера Латышева и в нашей программе очумелые штучки А-а-а! И я ведущий Максим Тварейко, и конечно Костак. Что говоришь? Да скажи это громче. И они поймают. Ты уверен? Но я не знаю, чувак, этично ли это? Ладно. Ты прав! Здесь действительно пахнет театральной династией! И сегодня мы будем создавать нечто творческое, а потому что это очемелые штучки с Максимом Творенко. Итак, что вы умеете делать? Ко мне. Молодец. Что мы знаем? Может быть какие-то песни, может быть какие-то нереально движовый танцы. Так, песчка, иди гуляй, Костя, вот подержи. Песня, очемелые штучки. Так, а ну-ка, давайте посмотрим, что там, что там, что там, что там, со словечкой. Какие-то словечки, как он, ты ставишь свои пароли. Ну, такие, такие. А, очемелые штучки, очемелые штучки. Итак, дорогие друзья, вы же понимаете, что это просто собачья чушь какая-то. Представляете, если вас так поздравят от этой песни. Теперь я прямо сейчас предлагаю из этой песни сделать стихи. Я говорю строчку без одного слова, ты ее подкласс. Потом говорю еще одну строчку, вы дополняйте, то есть вы заканчиваете строчкой. Понеслась. Все готовы? Поехали. Пип-пип, все, поехали. Сегодня я проснулся. Рано. А ты мне так же говоришь. Что? И я будто бы не запил стадо. А ты сидишь и все. Молчишь. Молчишь, как будто бы. Дебилка. А я забыл, что говорил. Она как будто. Очумела. Кастрюлю сверху положил. А я не помню, что мы пьяны. А ты забыла туалет. И месяц вышел. Из кармана. А я зарезал твой омлет. Молчишь. Это Будда. Мы его купили на Шри-Ланке. Он просто тут охраняется. Вот это вот чайный бажок. Его нужно поливать чаем. Он для благополучия, по-моему. Это чашечки. Чайник. Это для пролива чая. Это инструменты для чайной церемонии. Сейчас это все будет как-то происходить. Это столик. На него проливается чай. Вот это китайский молочный лун. Харбинский. Вы понюхайте, это очень вкусно. Если делать чайную церемонию, то мастер, который разливает чай, он является тем человеком, который поддерживает беседу. И считается, что мастер должен поддерживать беседу, больше рассказывая о чае, откуда он привезен, как он появился. Первое, что ты делаешь, считываешь запах. Первый пролив, он делается для того, чтобы согреть посуду и в теории называется для богов. Четыре чашечки. Соответственно, и дезинфекция, и всех приборов. И чтобы чашечки пахли именно этим чаем, а не какими-то другими. Так сказал чайный мастер, что чай передается в руки и смотреть в глаза. Так что вот мы передаем чашечку молочного лула. Все мое внимание, оно направлено на какую-то одну вещь. То есть в данном случае на то, что ты пьешь чай. И оно как-то тебя так останавливает, особенно вечером, когда ты пьешь чай. Ты можешь остановиться действительно и побыть вместе с человеком. Хочу найти этот момент, когда ты приходишь, и вы вместе что-то разделяете. Но и в данном случае, иногда, когда мы делаем чайную церемонию, я прям получаю удовольствие, что мы просто сидим. Даже можно ни о чем не говорить, но мы как бы делаем какое-то дело вместе. Мне кажется, это как бы важно. Мне кажется, это важно просто. Очень люблю утро. Это самое мое любимое время. И в какой-то момент я как бы увлекся йогой. И мне очень нравилось то, что у меня получалась такая длительная практика, там минут на 40. И в тот момент, когда уже просыпалась Верочка, там часам, не знаю, коскальки. К этому моменту у меня уже происходила такая длинная жизнь с этой какой-то практикой, с какими-то маленькими там кусками каких-то записей. С каким-то я приготовил там уже еду, которую я вот возьму с собой в контейнеры. Какие-то уже какая-то такая прям часа два или три какой-то вот этой вот плотной жизни. Я встаю, завтракаю, умываюсь и выбегаю из дома. Обычно это занимает минут 40, а то и полчаса. Надо попить кофе обязательно. Без кофе я не человек. Вот. Ну, в 90% случаев у меня есть утренняя репетиция. Вот. Репетирую. Обедаю в театре. Потом либо играю в спектакль, либо еду в студию, в детскую или в взрослую. Либо еще одну репетицию. Либо преподавать. Либо преподавать к студентам. Вот. Прихожу домой потом часов в 10. Ну, может быть, еще схожу в спортзал, если есть время. Но не всегда. И тут начинается мое времечко. Мое времечко посидеть, что-нибудь почитать, посмотреть. Посмотреть сериальчик. И часов до трех ночи. Вот так вот. Проходила акция, раздельный спорник, ну, вот на площади Мужества. Я просто в какой-то момент думал, ну, смогу ли я? И как это? Я когда первый раз пришел, я был в шоке. Я был в шоке, во-первых, от количества людей, которые там были. Потому что там была целая площадь, заваленная просто мешками огромными. Там мусора вообще бесконечное количество. И, ну, рассортированного, естественно. И толпы людей, которые сдавали. И я такой, вау! Я думала, что это будет очень непросто и всячески противилась. А потом, на самом деле, для меня оказывается, что это на самом деле входит в твою жизнь. И ты уже моешь баночку. Ты моешь татарапак, отрезаешь от него крышечку и выкидываешь в разные емкости. И это нормально. Ничего, это не сложно. Твоя жизнь, это не только вот эта твоя маленькая квартирка. Когда ты прибираешься, ты мусор выкинул. И у меня так чисто. Но у кого чисто? То есть ты просто мусор, на самом деле, в реальности, ты его переложил в другой угол. Ты просто переложил в другой угол. Теперь это проблема другого человека. Планеты. Планеты, да. И я очень рада, что вот в театре-мастерской, вот мы, выйдя из карантина, будем продвигать эту тему. И... Ну, она уже только потом... Да, она пока в зачатках-то. Было бы круто, если бы мы каждый взяли бы и сказали бы себе честно, что останется после меня. И если после меня останется только гора мусора, то, наверное, моя жизнь не так-то удалась. Это мы... Это нам сделали наши ребята из кислорода, когда мы преподавали в кислороде. Наши ребята сделали нам такие фигурки, нас. То есть это не фигурки, это куклы. Они прямо ими можно играть в театре. Вот. Мы делали с ними спектакль, когда я снова стану маленьким. И они нам сделали таких вот маленьких нас. Вот.